Когда в прошлом году юбилейный победил в голосовании за благоустройство общественных территорий в соцсетях, и не только радовались многие. Ведь именно сами горожане, особенно живущие по соседству, для победы сделали многое. Позже они вносили предложение в разработку проекта реконструкции. Теперь с нетерпением ждут преображения. То, что я видела, это покрытие дорожное, ну грубо говоря, плитка, велодорожки, это спортивные зоны, это детские площадки, освещение, конечно же. И я надеюсь, что главный вход, потому что все мы видели, что он немного такой потрепанный уже. Будет очень красивая у нас танцплощадка. Это будет местным таким притяжением. Это вот на первом этапе в этом году. Потом в дальнейшем будут строиться спортивные открытые площадки, детские, взрослые площадки будут, ну это уже на следующий год. Лыжная трасса будет очень хорошая сделана, там часть деревьев будет вырубаться. В 90-е парк был криминальным местом. По вечерам через него боялись ходить. Да и сейчас здесь периодически собираются пьяные компании, которые скрыты за деревьями. А по ныне существующим правилам через деревья парк должен просматриваться далеко вперед. Вы в пределах вот 100 метров должны видеть, кто идет и что идет. Ну сейчас пока мы видим. Да. А будет это еще. А какое время мы не видим. Как только распустятся первые листочки, все здесь затянется вот этим зеленым облаком, через которое не будет видно ничего на расстоянии там 50 метров. Существующая порсель клеонов уйдет в прошлое. Активисты надеются, туда же кануты нетрезвые компании, оставляющие после себя груды пустых, стеклянных и пластиковых бутылок. Кто останется точно, так это молодые и пожилые люди, просто гуляющие или занимающиеся спортом. Ежедневно ходим с палочками к 9 часам. Круг большой делаем. Конечно, хочется, чтобы быстрее сделали наш парк. Живем мы в этом районе, ездить на Динамо каждый раз нам очень далеко. И желающих очень много. И все ждут с нетерпением действительно, что парк заработает. Несмотря на то, что тут грязь неблагоустроена, а людей ходит очень много. Проектом парка занимается Артем Малыгин. Он же в свое время проектировал уже существующую аллею на Южном. На третьем этапе реконструкции юбилейного планируется с учетом рельефа восстановить территорию рядом с пивоваркой. А на четвертом создать дендросад, зону спокойного отдыха. Парк этот такой огромный, наш большой, должен быть лесопарком. Лесопарком. Оставить все это. Покачаться на качелях, на каруселях, на китайских, в любых парках можно. А у нас, у нас только 64 вида птиц. Представляете? Наталья в парке отвечает за культмассовый сектор. Проводит праздники, а уже пару месяцев, час дня по воскресеньям, ждет всех желающих у так называемого штаба Белки. Рассказывает о дне в календаре. Кстати, каждый из тех, с кем мы сегодня общались, говорил важную вещь. В парке должен быть хозяин. Я надеюсь, что у парка появится владелец, который сможет им руководить, то есть элементарно вывоз мусора на постоянной основе. Чтобы можно было своевременно реставрировать что-то. Если что-то сломается на детской площадке, мы не ждали гранта, не ждали поддержки. А чтобы это было на планомерной основе. Тем временем, 15 апреля в Барнауле вновь стартовало голосование за благоустройство общественных территорий. Юбилейный со вторым этапом реконструкции тоже вновь среди претендентов. Напомним, на первый этап по проекту «Жилье и городская среда» выделено чуть больше 82 миллионов рублей. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.